Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу из телевизионного цикла «Давно не виделись». В студии с вами Галина Алиева. Гость нашей сегодняшней программы – человек удивительный, талантливый, органичный. Он носит почетное звание заслуженного артиста Российской Федерации. Он народный поэт Карачаева-Черкесии. Он член Союза писателей России. Советник главы Карачаева-Черкесии Альберт Магомедович Уздинов сегодня у нас в гостях. Здравствуйте! Мы с вами в самом деле давно-давно не виделись. Спасибо. Спасибо вам. Альберт Магомедович, я знаю, что вы родились 5 апреля по знаку Зодиакова-Овен. И вот что пишут об Овнах наши уважаемые астрологи. Овны мужчины отличаются энергичностью, самоуверенностью, отрицанием авторитетов и неприятием власти над собой. Овен мужчина целиком и полностью захвачен планами и идеями. Однако они, идеалисты и романтики, находятся тем не менее в состоянии полной боевой готовности в их осуществлении. Им хочется и не терпится показать первым и в подаче придуманной идеи, и в ее реализации. Это про вас? Ну, я человек не суеверный, но идти против потока, против большинства, если многие верят в это, я не посмею. Все-таки, если вы предлагаете ту игру, в которую я не верю, я с удовольствием поиграю. Ну, говорят, анализ знаков Зодиака на 80%, это, говорят, свершается, что ли, с точностью. Говорят, еще более терпимыми по отношению к другим становишься, что ли, если веришь в знаков Зодиака. Если это так, видимо, с удовольствием мы, опять-таки, повторяюсь, поиграем в эту игру. Но некогда великий политик Руслан Черчилль говорил, кто в молодости не был романтиком, у того нет сердца. А кто в старости не стал консерватором, у того нет мозгов. Наверное, я годами стал консерватором в хорошем смысле этого слова. Ну, вот, тем не менее, дорогие друзья, может, кто-то из вас не знает, что одно из светил в созвездии Овна, названное в честь Альберта Уздинова. Вот такой факт в вашей биографии, он не заражает вас звездной болезнью? Не заразил в свое время в молодости? В молодости, видимо, я очень хотел заразиться, но не было возможности, понимаете. А строгая жизнь так научила, привела такую вакцину, что я выработал крепкий иммунитет и не поддался вирусам этой призрачной болезни. Не получилось? Не получилось. Не взяла вас эта зараза? Не взяла. Хотел, но не получилось. Что делать? Серьезно заниматься поэзией вы начали, когда поступили в наш Карачаево-Черкесский педагогический университет, который сегодня носит имя Умара Лива. И за 30 с лишним лет вашей творческой деятельности на свет родилось, ну, как пишут, более 600 стихов. Я так думаю, что сегодняшняя цифра уже намного выше, намного больше. И многие ваши стихи и ваши песни переведены на турецкий, на арабский, на английский язык. Я уже не говорю о том, что ваши стихи и ваши песни исполняются в Кабарном, Балкарии и вообще на Северном Кавказе. И вот в одном из интервью, если я права, вы меня, пожалуйста, опровергайте, Вы сказали, что писать на языке Пушкина и Лермонтова вас сподвигло творчество Пастернака, Тарковского, Евтушенко и вашего земляка Юсуфа Сазарукова. Знаете, писать на языке великого Пушкина, быть россиянином, просто этого мало. Видимо, надо родиться русским. Все тонкости этого великого языка ощущать, это просто молоком матери должен питаться. Да, можно быть очень грамотным человеком, почти в совершенстве владеть, знать канцелярский язык, но язык поэзии – это совершенно другое. Это на чувствах, мы должны ощущать краски, мы должны ощущать музыку. Мы одновременно человек должен быть и художником, и композитором, и поэтом, чтобы знать этот язык до конца. До конца, видимо, никто никогда не знал. Но, тем не менее, я старался писать, очень мало писал на этом языке, но на стихи вот этих выдающихся поэтов, которых вы перечислили, я писал определенное количество песен. Если позволительно, я сейчас пою песню на стихи выдающегося русского поэта Николая Рубцова. Она называется «Я буду скакать по холбам задремавшей отчизны». Я буду скакать по холбам задремавшей отчизны, неведомый сын удивительных вольных племен, Как прежде скакали на голос удачи капризны. Я буду скакать по следам миновавших времен. Давно ли, гуляя, гармонь оглощала окрестность, И сам председатель плясал, выбиваясь и сил, И требовал выпить за доблесть в труде и за честность, И лучшую жнецу, как знамя в руках, пропасил. И быстро, как ласточка, мчался я в майском костюме, На звуке гармошки и пение, и смех на лужке. А мимо неслись в торопливом, немолкнувшем шуме Весенние воды и бревна не сились по реке. Россия, как грустно, как странно поникли и грустно, Во мгле над обрывом, безвестные и в мае. Пустынно мерцает померкшая звездная люстра, И лодка моя на речной нагнивает в небе. И храм старины, удивительно белоколонный, Пропал, как видение, меж этих померкших полей. Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны, Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей. О, сельские виды, о, дивное счастье родиться! На лугах, словно ангел под куполом синих небес. Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица, Разбит свои крылья и больше не видит чудес. Пою, что над нами не будет таинственной силы, Что выплав на лодке, повсюду достану шестой. И все понимая, без грусти пойду до могилы, Отчизна и воля, останься мое божество. Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды, Останься, как сказка веселья воскресных ночей. Пусть солнце венчает на башнях обильные всходы Старинной короной своих восходящих лучей. Пусть солнце венчает на башнях обильные всходы, Старинной короной своих восходящих лучей. Браво, браво, спасибо большое, прям за душу взял. Спасибо. Да. Я все время задаюсь вопросом. Вот поэты, которые пишут на родном языке, Как они пишут на русском языке, В общем-то, являясь представителем того и другого народа. Почему я спрашиваю? Вот в моей жизни был человек, Очень известный у нас в республике журналист. Сегодня его уже нет с нами. И когда на мой вопрос аналогичный он мне сказал, Я сначала мысли на русском языке, А потом перевожу на родной черкесский. Для меня это было откровением. И неожиданным таким откровением. Как у вас происходит? Как рождаются ваши стихи? Видимо, он был прав, ваш друг. Почему? Потому что, опять-таки повторяюсь, Вот ассоциативную воздействию слов, Двуязычную, видимо, невозможную. Все-таки человек должен Краски, музыку, слов видеть через призму одного языка. А когда уже пишешь на русском языке, Получается, что ты вот то, что уже написал на родном языке, Лично я. Начинаю потихонечку переводить, Искать слова. Нужные слова. Но я боюсь, что это... Ну, не получается так, понимаете? Вот как бы хотелось. Например, я с умным видом, бров дугой, Пытаюсь написать вот такое стихотворение на родном языке. Это вот на заре перестройки, Когда все нам разрешили говорить, Настолько публицистика ушла вперед, Что поэзия отстала, понимаете, от публицистики. Демонов ты много перевидел, Ослепляя их бесовский глаз, И влекла врагов на нашу гибель, Красота твоя, родной Кавказ. Убивали, нас ссылали вдали, Несплоченным даже боги мстят. Мы себя орлами все считали, Орлы-то в стоях не летят. Нас тесали в оружейном звоне, Словно в клеще зажимали нас, И алмазом в бедном медальоне Смотришься теперь, родной Кавказ. Укротит наш дух, и наши души Попытаются еще не раз, Но нельзя нас победить оружием. Только дружба покорит Кавказ. И представьте себе вот эти слова, Когда этот фестиваль был, Мир Кавказа, Последние слова, Только дружба, покорить Кавказ, Лозунгом вот так несли. Ну ведь получилось. Даже лозунг вылилось. Да. Я не знаю, насколько это получилось, Но все-таки я сторонник того, Что какой бы талантливый не был поэт, Должен переводить русскоязычный Русский человек поэзию национальную. Ибо мы в совершенной форме В совершенной форме Излагать свою душу, передать Это практически невозможно. Возможно. Да. Многие, да, допустим, Чингиз Айтматов Писал на русском языке, да, Вроде бы прекрасные вещи. Улжас Сулейманов, казахский Выдающийся поэт тоже. Но я честно скажу, Сторонник все-таки поэзии Николая Рубцова, Сергея Есенина. Там, возможно, есть какая-то идея Вот в поэзии национальных поэтов, Которые пытаются писать на русском языке, Но той души никогда не будет. Знаете, вот из того, Что я сейчас от вас услышала, У меня столько сразу вопросов появляются. И хочется и про семью спросить, И про творчество. Ну, вот у нас здесь вот есть журнал, Где публикован Настойтяк, Члены вашей семьи, у вас Супруга замечательная, И детки, и вы уже дедушка. Трижды, да? Маршал Жуков всего-навсего Четырежный герой Советского Союза. Я пятикратный дед. Пятикратный дедушка. Ну, вот еще замечательные фотографии, Где вы и с супругой, и с детишками. Ваша семья это все для вас? Это что для вас в вашей семье? Вы знаете, вот эти высокопарные слова, Родина, народ, патриотизм, Все это, видимо, вот есть же песня старая, С чего начинается Родина. Вот эта Родина для меня начинается Лично с моей семьи. Почему? Потому что все остальное Все остальное уходит во второй, Третий, четвертый план. Бессимеечный, бессимеечный, Он убогий, бедный, духовно, Даже, возможно, материальный. Материальный, конечно. Почему? Потому что смысл этой жизни Заключается в чем? В детях. В продолжении рода. Все остальное я никогда не поверю Творческому человеку, Который, не воспитывая детей, Который не имеет, Который не прижал Грудим своего ребенка или своего внука, Что он напишет хорошие песни. Потому что вот это чувство атрофировано. А это самое главное чувство в этой жизни. Поэтому я, особенно сейчас своих внуков, Вы знаете, буквально вчера они приехали из Кисловодска, Я не могу насытиться их дыханием. Слава Богу. Чем радуют сегодня? Давайте внуки совсем маленькие, Дети ваши. Чем радуют вас сегодня? Какими своими успехами, достижениями? Дети, они окончили юридический факультет Российской правовой академии Министерства юстиции. Работают по специальности. Вот младший, он 18 лет уже издал книги, Вступил в Союз писателей. Тогда в момент его вступления По всей России он был самым молодым членом Союзом писать «Я Россия». Вот буквально недавно издал третью свою книгу, Довольно солидную, около 500 страниц. А старший, он в органах работает, Следователем любит свою работу. Я некогда сам очень любил военное дело, Форму военную, да. Кстати, когда служил в рядах советской армии, Я исполнял обязанности старшина, 157 человек, вот так стоял. «Батарея ровняй смирно! Слушай вечернюю поверку! Арзблонян, Ахмедов, Баглаев, Борисенко, Бараба, Гордеенко, Гришин, Деденко, Жмурин, Зубанов, Исматов, Кадуба, Каляки, Кусын, Кучмян, Долошёнов, Дагонин и так далее». Это вы всех помните? Да, 157 человек. Вот я по сей день помню. Очень хотел, очень хотел быть военным. Но не получилось так, получилось в жизни, что стал литератором. Фатимка, дочь, она сейчас в Крете, мать уже троих детей. Сноха моей мамы, она окончила фарма-академию в Пятигорске, работая частным предпринимателем. Она тоже всю свою жизнь сознательно положила, так скажем, в служение в муз. Вашей музой она являлась? Да, конечно. Конечно. Ну, скажите честно, если бы не она... Родились бы все стихи, которые родились в итоге? Или, может быть, чего-то избежали? Ну, так скажем, о своей семье настоящему горцу говорить неудобно, но, тем не менее, я, видимо, самую главную книгу свою посвятил ей. Она называется «Чолпан», что в переводе означает «Венера». Каким он для вас был год 70-летия Победы, который вот в самом разгаре сейчас? Вы знаете, я вот за последние 23 года вот таким вдохновленным себя никогда не чувствовал. Прежде всего, это появилась в душах людей вера, что мы возрождаемся вновь, что мы страна некогда великая, могучая, поднимаемся уже под ней с колен. И то, что даже в Черкесске произошло 9 мая, вы знаете, я с гордостью надел все свои возможные и невозможные награды, вышел с такой припотнятой головой, сидел там около трибуна. Это внимание ветеранам Великой Отечественной войны, то, что проявляют нынешние наши власти. Это великое дело. Без всякой фальши, я говорю, я горжусь, горжусь вот именно нынешними властями. Я горжусь тем, что с нами считаются, считаются с нашей страной. Я горжусь тем, что в нашей общественно-политической ситуации в нашей республике такова, что нет национального вопроса. Нынешнее поколение, на которых мы, как на своих младших братьев, на тех политических деятелей, руководителей смотрели, оказывается, они умеют нас. Мы должны у них учиться. А не так, вот человеку 70-80 лет, ему мемуары надо писать, сидеть, а он думает, я еще смогу возглавить. Да нет. В 24 года Тухачевский, допустим, был генералом. Я не говорю о сыне Сталина, да, о Василии. Наполеон уже был в таком возрасте бригадным генералом. Надо молодым везде и ссюда давать дорогу. Легендарный Борис Чемашевич Узденов, бывший первый секретарь Карачаевского райкома партии, он говорит, Петя говорит, живите, говорит, степенно, мирно. Созидайте красоту и добро во имя народов Карачаева, Черкесии и во славу великой России. Вот какой был большевик. Они настолько актуальны сегодня. Я все-таки думаю, что если Вы на сегодняшний день являетесь советником главы республики, то тоже неспроста. Конечно же, прежде всего, я должен исполнять поручения главы Карачаева, Черкесской республики. Это и творческая работа в конечном ютубе. Кстати, наш глава Карачаева, Черкесской республики, Тимрязов Рашид Париспиевич, да, действительно, он сильный экономист, политик, юрист, в хозяйственных вопросах очень-очень сильно разбирается и параллельно, представьте себе, он вдохновляет меня чисто в творческом плане. На творчество? Да. Он хорошо разбирается в поэзии, в литературе, в искусстве. И вот он мне говорит однажды, Альберг, пожалуйста, напиши такую песню, чтобы каждый представитель Карачаева, Черкесии, вот в этой песне, чтобы он увидел себя. Я вот долго-долго-долго думал, написал песню Карачаева, Черкесии. Карачаева, Черкесии. Карачаева, Черкесия, мой родной чудесный край. Карачаева, Черкесия, мой родной чудесный край. Здесь особая природа, здесь огонь чая тачту, И сроднившиеся народы, И сплочены навеки тут. И сроднившиеся народы Исплочены навеки тут Метки здесь по воле Божьей Став землей навеки спят Долг сынов, чтоб не тревожил Их покоя супостат Долг сынов, чтоб не тревожил Их покоя супостат Живь в России наша доля Дедам и отцов на нас Не пойдем мы против воли Тех, кто породили нас Не пойдем мы против воли Тех, кто породили нас Что бы нам хватило силы Боль пройдет на последний час Будем мы хранить Россию Чтоб она хранила нас Будем мы хранить Россию Чтоб она хранила нас Спасибо большое за эту встречу Спасибо за ту удивительную энергетику Которая несет какой-то очень положительный заряд от вас И очень хочется мне пожелать вам Ну кроме здоровья нашего кавказского, катырского, крепкого Чтобы вы не теряли И желание писать Желание творить Наслаждаться Радовать И радоваться самому Пусть в вашей жизни все-все будет хорошо Так, как вы сами задумали Спасибо вам огромное за эту встречу Дорогие друзья Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней программы Был заслуженный артист России Народный поэт Карачаева-Черкесии Советник главы Карачаева-Черкесской республики Альберт Магомедович Уиздинов А мы же с вами прощаемся И желаем вам всего самого доброго До свидания И до новых встреч Салам алейкум Наш высокий гост Прими от нас Почет и уважение И пусть воцлавит Это добрый тост Твое благословенное служение И пусть воцлавит Это добрый тост Твое благословенное служение Смотри, вершины рвутся в облаках Стремясь отсюда к вечности порогу Здесь ближе к людям звездная река Здесь рай земной отсюда ближе к Богу Здесь ближе к людям звездная река Здесь рай земной отсюда ближе к Богу Архас как белый ангел на заре На воде и седой душа витает И легисы пророка на скале Нам орань свет всегда напоминает И легисы пророка на скале Нам орань свет всегда напоминает Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова